Сегодня у меня отличный кусочек свиной вырезки. Нарезаю его кусочками примерно сантиметр-полтора шириной. Делаю небольшие надрезы в мясе, для того, чтобы оно лучше пропиталось приправами и будет более вкусным и сочным. Добавляю немного растительного масла и распределяю по всей поверхности. Добавляю к мясу приправы. У меня это сушеный базилик. Тимьян. Немного мускатного ореха. Сушеный чеснок. Конечно же, черный перец и соль. Теперь добавляю к мясу немного приправы и оставлю его мариноваться буквально на пару минут. Пока мясо маринуется, время не теряем. Нарезаю лук тоненько полукольцами. Распределяю лук сверху на мясо. Морковь нарезаю тонкими колечками. И выкладываю морковь сверху на лук. Картофель нарезаю тонкими слайсами. И теперь выкладываю слой картофеля. Добавляю немного соли на картофель. Ребята, как всегда, полный рецепт будет под видео. А также я жду ваши комментарии и лайки. Обязательно подписывайтесь на нашему каналу. Будем готовить вместе вкусно и быстро. И добавлю немного розмарин. Картофель очень любит розмарин. Сладкий перчик нарезать буду кубиком. Можете взять перчик любого цвета. И перчик высыпаю сверху прямо на картофель. Уже наступил сезон кабачков. И как же без них? Нарезаю его тоже тонкими колечками. И выкладываю кабачки на противень. И возьму еще для сочности блюда помидорки. Нарежу их полукольцами. Выкладываю помидорки сверху на кабачки. Теперь приготовлю заправку. Добавляю в сметану немного соли и чесночок. Я добавляю свежий. Если у вас есть сушеный, можете добавить сушеный. Теперь хорошо перемешиваю. И покрываю соусом наше блюдо. Закрываю блюдо фольгой. И уже в разогретую духовку до 200 градусов отправляю запекаться минут на 20-30. Смотрите по своей духовке. Сыр натираю на крупной терке. Наше блюдо почти готово. Снимаем фольгу. И я посыпаю все сыром. Конечно, это на любителя. Если не хотите, можно уже сразу подавать к столу. Но мне хочется еще посыпать сыром. Так будет вкуснее. Посыпаем свежей зеленью. И будем подавать к столу. Ребята, посмотрите, какое красивое, вкусное и сочное блюдо получилось. Можно даже взять глубокую тарелку и подавать вместе с бульончиком. Давайте попробуем скорее, что получилось. Очень вкусно. Все овощи пропеклись. Я сейчас хочу попробовать мяско еще. Горячее. Очень вкусно. Вот так, ребят. Как всегда, жду ваши комментарии. Как вам такое блюдо? Может быть, вы бы положили какие-то другие овощи? Делитесь, пожалуйста, своим мнением. Спасибо, что вы нас смотрите. Прошу к столу. И приятного вам аппетита! Поехали. Игра. Игра. Иϊки. Игра. Продолжение следует...